Всем привет! Вы на канале Анна Белли и ее растения. Сегодня 5 января 2021 года. Всех с Новым годом! Я стою рядышком с своими зимующими саженцами. Как я их назвала, питомцами. Потому что они настолько маленькие. Их нужно выхаживать. Мы сейчас на них посмотрим и польем. Вот это вот так вот выглядит ограждение. Почему? Потому что внизу у меня батарея. А батарея это очень сильно дает тепло. И для того, чтобы быстро не пересыхал торф, я сделала такое ограждение. И получается, когда не делаешь такого ограждения, то и пересыхают сами побеги, которые должны в себе держать вот эту влажность. А нахождение этих саженцев в квартире, то есть их очень тяжело, очень тяжело их вырастить и сохранить до весны. Потому что обычно, если я не ставила такие ограждения, окно было холодным и сам подоконник холодный. А вот от комнаты и от батареи сильно жарило. И получалась такая как турбулентность, как ветерок такой. И оно сильно высушивало саженцы. У меня не получалось их сохранить. Теперь я вот придумала такое ограждение. Сейчас будем поливать саженцы. Я открыла ограждение. И вот то, что мы можем увидеть. Чувствует себя хорошо Туя Смаракт. Также хорошо себя чувствует Чантиклер. Это голубика. И, конечно, уже 3 горшочка с метельчатыми гортензиями. Я, как и говорила, они уже высохли. То есть я их убрала. То есть на 3 горшочка у меня стало меньше. И, конечно, это ожидаемо. Потому что если вырастет, сохранится хотя бы 50%, я буду рада. А если сохранится 80% этих саженцев, я буду счастлива. Поэтому вот белесость немножко остается. Я также опрыскивала поверху вот этим препаратом где-то 1 раз в неделю. Теперь, видите, меньше стало. Не белит землю. Грибок практически не появляется. Немножко, чуть-чуть совсем. И что я увидела? Начали просыпаться почечки. Вот на кустики почечки проснулись. Это я вам уже давно показывала. Так, вот на кустики почечки проснулись. А еще вот так вот проснулись почечки. Ой, листик мешает пеларгоне. Так. И вот потихонечку метельчатые гортензии, они, вот эти вот саженцы, они начинают просыпаться. Но обязательно ставлю в пенопласта вот такое ограждение, чтобы у них там сохранялась одинаковая температура. Даже для пеларгонии, чтобы они не пересыхали. Потому что листики начинают пересыхать. Мне их нужно сверху брызгать, увлажнять. А получается, что не помогает. Сказать, какая температура сохраняется, не могу сказать. А сейчас проведу полив. Полив я проведу с удобрениями. С вот такими вот препаратами. Налью их в водичку по одному миллилитру. И буду проливать. Когда листики будут уже переходить на, я говорю, за метельчатые гортензии. Когда листики будут переходить в, уже вырастать в побеги, я буду еще поливать слабым, такой слаборозовым марганцовкой. Раствором марганцовки. Почему? Потому что в прошлом году мне весной очень это помогло. Все побеги, которые вырастали, они были такие слабенькие. Потому что им то света не хватало, то сил не хватало. Скорее всего и удобрений не хватало. И я проливала слабым раствором марганцовки. И еще получалось, что начинали загнивать вот эти вот побеги. Как бы увядание появилось. И когда я начала марганцовкой проливать, то это увядание ушло. То есть, скорее всего, что-то в почве было. Так что я начну сейчас проливать. Вот теперь польем. Поливаю не так сильно, потому что, в принципе, вот это ограждение, оно позволяет придерживать... Ну, температура одна и та же, да. И не так испаряется влага. Когда без этого ограничителя с двух сторон, то влага очень сильно испаряется. Поэтому вот так вот потихонечку, потихонечку я пролью. Ну вот, вы увидели, уже начинают просыпаться, просыпаться мои растения. И еще вот здесь вот наклевываются почечки зеленые. Ну, все отлично, все хорошо себя чувствуют. Фу-фу-фу-фу. Будем дальше наблюдать за ними. Всем спасибо, всем пока. Встретимся в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok